Мы с вами наблюдаем, как формируется правовая система цифрового образования. И, к сожалению, данная система игнорирует мнения научной общественности, родительской общественности, игнорирует контроль за здоровьем детей и педагогов. И сейчас я в частности говорю о постановлении правительства Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, проекта приказа стандарта, цифровая школа, которая, по сути, является тоже частью эксперимента ЦОС. И если в качестве эксперимента, вот все ученые говорят, медики, мы подразумеваем людей, живых людей, я не говорю только о детях, потому что участники эксперимента у нас являются и педагоги, и родители, то в обязательном порядке, в соответствии с действительным законодательством Конституции Российской Федерации, статьей 21 с 323 федеральным законом об основах охраны граждан здоровья Российской Федерации, необходимо добровольное информированное согласие. Без этого никак нельзя. Необходим контроль за здоровьем детей, это тоже проигнорировано. Более того, мы должны сказать, что когда потенциальный участник эксперимента подписывает согласие на участие в эксперименте, он должен быть проинформирован о всех рисках, которые будут связаны со здоровьем. Так называемый эксперимент прежде всего ориентирован на образование детей. И поэтому это вызывает волну негодования не только родительской общественности, но и со стороны медиков, и праведный гнец страны ученых. В преддверии данного круглого стола мы взяли интервью у доктора медицинских наук, профессора, академика Академии электротехнических наук Российской Федерации, главного научного сотрудника лаборатории неуманизирующих излучений ФГБ УГНЦ, ФМВА имени Барназяна, ФМВА России, заместителя председателя научного совета по проблеме радиобиологии РАН, почетного председателя Российско-национального комитета по защите от неуманизирующих излучений, члена Российской научной комиссии по защите от иммунизирующих радиаций, постоянного члена консультативного комитета ВОЗ по международной программе электромагнитные поля и здоровье населения, члена Международной комиссии по электромагнитной безопасности Григорьева Юрия Григорьевича. — Понимаете, как проблема цифровой школы состоит фактически из двух, из трех очень огромных таких разделов. Первое — это обеспечение школы соответствующей аппаратуре. Второе — это сам учебный процесс, насколько он эффективен. Наконец-то третий вопрос, который сейчас как бы обходят и иногда просто забывают — это здоровье детей, которые обучаются там. Вот этот раздел, он упущен, и я считаю очень важным. Почему? Муж и ребенок все время будут в контакте с электромагнитными полями. Электромагнитные поля относятся к вредным видам излучения. Как бы это кто-то не хочет, слышит, хочет, а без этого вредные виды излучения. Поэтому они... Как избежать вредности? Да надо соблюдать нормы. Нормирование очень важно. Ну, ситуация такая сейчас. Значит, мы имеем несколько источников излучения. Это базовые станции, которые существуют и которые обеспечивают дают нам возможность там звонить по телефону и вообще пользуются. То есть интернет подключается и от базовой станции. Кроме того, Wi-Fi и, наконец-таки, сам сроковый телефон. Это разные источники и разные условия облучения. А от базовой станции облучение постоянно идет, круглосуточно. Ребенок под этим облучением. С другой стороны, несколько базовых станций. Вот вы имеете, работаете с сотым телефоном с одной как бы фирмой. Тут нас снимают с другой, а я там сбиваю. Ну, они одновременно работают. Мы же звоним. Вы можете от меня позвонить. Значит, они нас облучают. Значит, ребенок облучается уже в комплексе. Кроме того, имеет место обмодуляции определенное. Наш опыт, прямой опыт, такой классический мы проводили. Ну, я не знаю, может быть, я несколько слов скажу. Когда мы вводим модуляцию, эффект более значимый. Например, ну, я люблю простые опыты, где мало влияют другие факторы. Мы взяли сердце рябушки, физрастворы. И в этом опыте сердце работает. Работает через двух суток. Но если мы включаем электромагнитные поля, малых интенсивности, очень малых, нетепловых, то сердце останавливается. Но останавливается, как я сейчас вспомню, это было какой-то, где-то диспроводили тому назад. Ну, должно быть, в 20 случаях. Но если мы включаем определенную модуляцию, в 100% случаев сердце сразу останавливается. То есть здесь уже не может быть, там, вот это психологические там разные рассуждения. Это прямой опыт. Вай-фай. Значит, вот сейчас, вот, вышла газета такая, вот. Это газета, российская газета. И вот статья из «Клик на урок». Это газета, не знаю, нужен ли вам, но все-таки я сейчас очки одену, я прошу извинения. Вот, эта газета, значит, написана Ксенией Колесниковой. Так вот, начинается она, вот, целый абзац идет, вот, целый абзац. Что, как школа уже оснащена, там все есть. Больше того, она пишет, теперь вай-фай, в столовой будет. Ну, знаете. А с другой стороны, это непростой источник. И я вижу, как, ну, специалисты этой области, мы можем говорить, интенсивность слабая, там, маленькая, и не так страшно. Но есть ситуация, дети, когда пользуются вай-фай и планшетом, очень часто держат планшет на коленях. И получается, когда планшет на коленях идет прямое облучение половых органов. Это не учитывают. Ясно, да? Теперь сотовый телефон. Ну, ясно, сотовый телефон, когда вы подносите в углу, безусловно, облучается мозг, ну, сто процентов. У детей он облучается в два раза интенсивнее. Ну, там, ясно, обстоятельства, я сейчас не буду занимать время. Это там, или кость тоньше, и так далее, и так далее. И облучается больше площадь мозга. Потому что мягче все это, то есть, проходит больше. А раз больше площадь мозга, значит, больше центров облучается. Очень значимых центров. И вот наш опыт, который проводил, мы проводим уже 15 лет, вот с Натальей Игоревной Хорсовой, показывает, что, да, изменения есть определенные. У ребят, а опыты, ну, не опыты, а исследования проводили в школах, в лицее, там, определенные уже столько лет. И вот опыт наш показал, что имеется определенные изменения. Ну, и сейчас, вот, как-то никто почти не фиксировал, но есть работа, и мы написали с ней определенную статью, мы сейчас подали публикацию, о том, что так называемый критический орган, то есть, ну, наиболее значимый, и который больше всего подъявляет с облучением, в частности, 500-ый телефон, это мозг. Оказалось, что смартфоны имеют антенны внизу, и когда он преподносит, говорит, то облучается щитовидная железа. Вот это новое абсолютно, но есть расчеты. Я уж не говорю о том, что несколько вырослых процентов опухоли щитовидной железы в Южной Италии, в Америке эти данные есть, и мы располагаем, и мы включили это в статью, но нам беспокоит, ну, мы, конечно, беспокоит ОБУ Крым, но беспокоит функциональное состояние, а никто не смотрит. А уж я не говорю, вот это лобби, которое цифровое, так называемое, лобби, которое задать, их задачи максимальные, все включить и так далее, и они забыли, что там, ребят, выброшили. Кстати, мы вот в редакцию газеты написали об этом, молчат, в редакцию не отвечает ничего. Я говорю, ну, сам, вы понимаете, вот, эта вот статья, что я говорю, она на всю страницу, вот, вся страница. Ну, ни одного слова, ребёнок, в общем, школьник не упоминается. Это я вам потом дам, пожалуйста. Поэтому мы имеем ситуацию, которая достаточно активно может влиять на здоровье ребёнка. Какой выход? Надо уменьшать лучевую набрузку электромагнитной. А как это сделать? Во-первых, должны быть очень жёсткие нормы, нормативы. У нас, вообще, это забрежёт, нет нормативов для детей. У нас есть, у нас, вот, я был председателем, сейчас я принял, отдал уже по возрасту моему коллеге на национальном комитете. Вот, мы издали несколько решений, соответствующих по детям. И мы признали всё-таки, ну, не мы, не комитет, ну, не взрав, нормативы, которые сейчас существуют именно для мобильных телефонов. Но, откровенно говоря, они обоснованы на одном эксперименте на мышах. Это нонсенс. Нужно обязательно повторный эксперимент в незаинтересованной лаборатории, но вынуждены. Других нет денег, и нельзя проводить других исследований. Так продолжать. Поэтому, я в чем говорю, нормативы наши не очень. А если я сказал, что вредный вид излучения начал, нормативы, это очень важно. Поэтому можно сохранять... Может быть, если техническая заменка, то кто-то из коллег, а он начнет выступать. ...гарантирован. Как быть? Моя точка зрения, и я об этом говорил в Брюсселе, меня просили там, я выступал на научной секции у них. Как быть? Вот я вижу только один способ. Сколько мы не говорили бы, что надо меньше говорить, там, и так далее, и так далее. Дети не выполняют, и взрослые не выполняют. Что надо? Надо через Брюссу активно объяснять вредность, что это излучение вредное. И когда вы это осознаете, вот сейчас, я надеюсь, после моей маленькой рефлексии, вы осознаете, что это вредно, вы уже тогда сами будете бояться. То есть нужно вести добровольный риск, чтобы ребенок понял, ну, родители тем более, что вот это все публикации, где вообще ничего не упоминается, дети, и так далее, и колоссальная коллегия же, даже в столовых поедали. Они не понимают опасность. А вот если они осознают, тогда они будут учитывать. И вот об этом я докладывал вот Брюсселе, Евросоюзе. Значит, в Калифорнии попробовали это сделать, вести после этого объявления, но руководство запретило. обмолвились о том, что электромагнитное излучение негативно влияет на мозг человека. Вот по поводу щитовидной железы вы раскрыли тему, по поводу опухоли мозга. Комментируйте, пожалуйста. Ну, по поводу опухоли мозга, понимаете, как есть международная программа, ну, там, киндер, в общем, короче, международная программа по изучению возможности развития опухоли у детей. Она идет уже 10 лет. Мы никак не можем получить от них ответ по результатам. Вот никак не опубликовывают. правда, позавчера я получил на компьютер такой отчет именно этой организации, но я не смотрел. Я думаю, они там не пишут, что возможно опухоли. А вот что касается взрослых, есть здесь один момент очень интересный, связанный с детьми, и с другой стороны просто опухоли мозга при этом. Значит, ну, есть такой шведский ученый Хардель, который работает уже 20 лет в этой области, деликолепный специалист и считается самым лучшим в мировой научной общественности, очень авторитетной. И он обратил внимание, это было еще лет 10 назад, эту работу я имею и очень я его знаю хорошо. Значит, он обратил внимание, что процент опухоли у взрослых, пользуясь мобильным телефоном, больше, чем другого возраста. Стали анализировать. Оказывается, это еще старый, поэтому не у всех был сотовый телефон в детей. Оказалось, что 26 лет опухолей у лиц больше, у тех, которые с детства начали пользоваться сотовым телефоном. Ясно, да? теперь, что касается опухолей. Ну, здесь лобби играет очень много промышленное, особенно за рубежом. Колоссальные деньги идут, это отдельный вопрос, который вот в книге, которую я вам хочу подарить, там вы увидите, там приводятся три книжки, которые были написаны людьми, которые работали там в Нокео и так далее, а сейчас на пенсии. И они открывают всю ситуацию, говорят, что нас обманывали они. Вот можно спросить вот эту книжку где-то? Пожалуйста. А вот сейчас из Норвегии мне прислали книжку вот Тесла, вот Тесла тут можно, а это английский. Значит, написано так, смысл Тесла проклятый. Вы представляете, у Тесла проклятый довели уже население Норвегии до того, что они даже Тесла говорят проклятый, хотя это крупнейший ученый, и он почему Тесла первый много лет тому назад предложил интернет и дистанционную связь. Вот реально, и мне Норвежцы, у меня много друзей, я в ВОЗе по этому северному газету хранения там уже сколько, я не знаю, 20 лет или что, колоссальной связи, и вот она мне прислала вот такую книжку. То есть я к чему говорю, там очень сильно вот это развито, они все куплены, масса ученых куплена. я знаю всех членов комиссии ВОЗ по электромагнитным полетам, где я являюсь членом, отлично их знаю. Знаю всех, кто сейчас возглавляет международный комитет по стандартам. Во-первых, там медиков нет, это физики, либо технари, и откровенно говоря, ангажированы. То есть сам комитет, он является частным, и он финансируется Германией. Можно еще вот там беленькая такая лежит, видите, я не очень подготовлен, но все-таки. Вот они рассылали, была одна рассылка, то есть люди уже доведены на одной из конференций. Вот значит по-английски здесь так, а по-русски здесь звучит так, не кусайте руку, которая вас кормит. Ясно. Вот. Которая вас кормит, не кусайте. То есть они уже обнаглели, и они даже выпустили книгу о детях, где написано, что это не опасно. Эта книга мне попала в Лондоне, когда я делал доклад. Я их там так расхитиковал, что там представитель был от ВОЗа, но он поддерживает, что безопасно. Но вынужден был сказать, мы рекомендации, мы не даем нормативы, мы только рекомендуем. Понимаете, как? Вы мне задали, я немножко отвлекся, но это очень важный момент, в отношении опухолей. Понимаете, мы можем много рассуждать. У меня написано несколько статей по опухолям, такие обобщенные и так далее, обобщающие, и они в печати, и в той книге, которую, я не знаю, я вам подарю. Вот в этой книге, которая голубая стоит, здесь имеется раздел по опухолям. Значит, и там вы прочитаете, что во-первых, имеется международная комиссия по исследованию опухолей, международная. Она вынесла решение, что электромагнитные поля мобильных телефонов являются промоутерами опухоли мозга. Всё. Но вот эти публика, которые работают в этих комиссиях, не признаёт. Странно, но так. Больше того, после этого вышли, материалы были проведены в Америке, потратили на хронические опыты, блестяще поставлены с точки зрения радиобиологии. Блестяще были поставлены. Стоимость это 300 миллионов долларов, где показали, что при облучении в течение двух лет крыс опухоли возникают. Не верят. это надо на людях. Во-первых, мне непонятно, как на людях можно. А во-вторых, они сами, когда определяли нормы по тепловым эффектам, это отдельный вопрос, то не ставили на крысах. И нормы вошли, а это нет. Но ещё больше. Через год итальянский институт, тоже известный, который много лет работает с разными факторами, провёл опыты, когда облучали крыс от рождения и до смерти. Потратили 25 миллионов евро. Где они показали, и может быть мы вернёмся к базовым станциям, показали, что те уровни, которые там были использованы, которые соответствуют базовым станциям, приводят развитию опухоли мозга. Ну, я уже не говорю о многих сейчас программах эпидемиологических. У нас, к сожалению, эти работы не проводятся, не финансируются. Но проводятся в Америке, в Англии и так далее. И книжки приводятся результаты. У всех получились повышения уровня выхода опухоли. Вот примерно по опухолям такая ситуация. Такими учеными, как у нас, как Григорьев Юрий Григорьевич, я хочу отметить, ему 95 лет. И этот замечательный ученый стоит на страже здоровья не только детей, но и взрослых, выпускает книги. Такими учеными мы можем гордиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров Корректор А.